Дмитрий Евгеньевич, верно, обращаюсь к вам. Добрый день, Кузнецов Дмитрий Евгеньевич. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, зачем вы так сказали? Я с первого раза понял, что вы ко мне обращаетесь. Я уточнила, вы Кузнецов Дмитрий Евгеньевич, верно, обращаюсь к вам. О, его дрянь, ну да, хорошо, верно, буду с вами как с пациентом. Это финансовое агентство по сбору протяжений. Меня зовут Нестеренко Екатерина Виталина. В этом переговоры наши записываются. Звонок он вступил по поручению банка «Русский стандарт» на 25 июня 2016 года. Долг ваш составляет 621 850 рублей 91 копейка. Дмитрий Евгеньевич, почему обязанности свои перед банком не выполняете? Нет у меня таких обязанностей перед банком. Глупость, обманул вас кто-то жестоко. Банк обманул вас в тот момент? Да, вас обманули. Ну, во-первых, 200 брал, 280 уже отдал, откуда там 600, причем на июне месяц. Что за устаревшая информация? Ошиблись вы, наверное. У вас есть справка о закрытии кредита? Какая еще справка? На хрена нам нужна эта справка? Это вам надо? Ну, Дмитрий Евгеньевич, ваши слова должны подтверждаться документально. А мне сказал, что вам подтверждать... Вам же деньги не просто так дали. Вам же документально также подтвердили о том, что вам выдали деньги. Это вы сами себе напридумывали, а я у себя свои законы. У меня свои законы, у тебя свои законы, понимаешь? Ой, извините, ты перешел. То есть все законы, которые прописаны в Конституции Федерации, вас не касаются, да? Да нет, напрямую как раз таки касаются. Благодаря им я и двигаюсь по жизни. Ну, вот как-то так. То есть если я взял, я отдал проценты коммерческие банку, верну. А то, что банк эксплуатирует договор незаконный, это уже его проблема. Вот мой шаг в сторону банка. Я не хочу выполнять условия этого липового договора. Если банку что-то не нравится, что мы с вами закон же, как я понял, хорошо знаем? Какого еще липового договора, Дмитрий? Ну, в договоре с русским стандартом и со мной существует ряд нарушений, которые противоречат действующему законодательству. Более того, карту мне просто так дали, без наличия какого-либо договора. На основании того, что у меня... Просто так вам карту дать никто не мог, Дмитрий Ильич. Ну, я не могу мне так рассказывать. У меня был потребительский кредит. Потом меня пригласили, сказали, вот вам банк в кармане так называемый. И все. Я подписал документ, подтверждающий, что я получил эту карту, заполнил анкету, что не является договором. Если банку что-то не нравится, я вполне допускаю, что, может быть, я не прав. Что мы должны с банком сделать? Где мы должны оказаться? С банком, не с вами. С банком. Где? Скажите мне. Слово из трех букв посередине У. Дмитрий Евгеньевич, нет, я ничего вам говорить не буду. А что такое? Почему? О том, что вы хотите, чтобы банк обратился... Конечно, хочу. ...банк обращаться не будет. Ну, тогда, до свидания, все остальное никак в правовое поле не умещается. Требование вашего кредитора... Послушайте меня. Угу. Требование вашего кредитора данный долг погасить в течение трех дней до 23 сентября 621 тысяча 850 рублей 91 копей. А у меня к вам, дорогая барышня, требование, погасить долг передо мной. Как вы к этому относитесь? Ну, не такой большой, 300 тысяч вы мне должны, барышня. Какая-то задолженность перед вами у меня находится. Вы мне должны, а мне сообщил. За что? Мне один кредитор сообщил, что он вот вашей организации денежек дал, а вы не возвращаете. И вот мне было, да, делегировано право обзыскивать. Соответствующие органы. Да, ну так вот и вы тоже обращайтесь в соответствующие органы. Ага. Нет, Дмитрий, сейчас требования банка остаются прежние. У вас есть три дня решить вопрос с оплатой. После оплаты перезванивайте, сообщайте данные по оплате. И у вас есть вообще два дня. Всего доброго. А у вас два дня есть вопрос решить. Всего доброго, до свидания. Нет, нет, давайте закончим. Я настроен с вас получить деньги. Разговор наш с вами не конструктивный. Но как же не конструктивный? В этом случае продолжать разговор. Вот абсолютно то же самое вы меня не сетете. Я не вижу. До свидания. Такую асинею вы меня тоже несете.